Израиль хочет стать лидером региона. Ставка на радикальных иудеев. Александр Ставер военном обозрении за 27 сентября 2024 года. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что этот канал некоммерческий и нуждается в вашей помощи. Спасибо за понимание. Поехали. Интересные события происходят на Ближнем Востоке. Бедные и всеми терроризируемые израильтяне уже не знают, на кого бы еще напасть. Какие военные преступления совершить, чтобы соседи возмутились и начали боевые действия? Бомбят больницы, детские сады и школы, а соседи в ответ только выражают обеспокоенность. Оно, конечно, арабы, а не такие. Злые. Ненавидят бедных евреев за каких-то сотни тысяч убитых мирных граждан. Но разбомбили больницу и что, там же был подземный ход, наверное. Но убили сотню-другую детей. Так в арабских семьях их вон сколько. Это же не евреи с одним ребенком. А если серьезно, обстановка на Ближнем Востоке действительно напряженная. Более того, Израиль на самом деле провоцирует большую войну. Не думаю, что евреи хотят развязать Третью мировую. Но очередной арабо-израильский конфликт для них сейчас очень даже желателен. Как я понимаю, израильтянам нужны новые территории. А отобрать их можно только у соседей. Метод проверенный и действенный. Более того, войну хотят не только евреи, но и их большие спонсоры из-за океана. Я много раз писал о том, что сейчас осуществляется глобальный передел мира. А такие события без крови не происходят. Для того, чтобы что-то отобрать у другого, одних слов мало, когда хватает. Нужно еще и пару раз приложиться кулаком по лицу жертвы. Сравнение, конечно, так себе, но вполне реалистичное. Запад разжег конфликт на Украине. Цель понятна – совместными усилиями свалить Россию. Однако вместо того, чтобы развалиться в ходе очередной гражданской войны, Россия выстояла. Более того, война на Украине и многочисленные санкции усилили влияние Москвы в мире. Интерес к Украине угасает. Теперь никто не сомневается в победе Москвы. Потому и задача изменилась. Теперь главное уничтожать русских. Всеми способами ослаблять русскую армию. А украинцы – так это вырусь. Ни богу свечка, ни черту кочерга, одним словом, славяне. Дикари, которые никогда не станут своими на Западе. Их не жалко. Дальше была попытка подпалить мир с другой стороны. Помните, совсем недавно мировые СМИ ежедневно писали о конфликте КНР и Тайваня. И вдруг – тишина. Эта пресловутая китайская линия сидения на берегу в ожидании проплывающего трупа врага сработала. Американцы прекрасно понимают, что в случае начала конфликта пострадают и США. Следующей страной, которую очень хотелось заставить воевать, была КНДР. За время которой американцы потратили на дискредитацию Северной Кореи, мы узнали об этой стране больше, чем за все предыдущие годы. Как-то ужились лидеры Японии и Южной Кореи, придумывая обвинения руководству КНДР. Но тут помешали железный фаберже Ким Чин Ина и военная мощь Северокорейской армии. Ким принял вызов и показал те самые палки, виллы и автоматы ППШ на вооружении своей армии, о которых много писали на Западе. Да так показал, что даже хваленый американский флот вынужден был отскочить на безопасное расстояние. В Вашингтоне поняли, что ни Россия, ни Китай, Западу не по зубам. И вот тут-то всплыл давний, я бы сказала, традиционный враг демократии – Иран. Вот на него сейчас и нацелились западные стратеги. Кулик невелик, а все же птица. Военной мощи Ирана вполне достаточно, чтобы организовать на Ближнем Востоке серьезную заворубку. Да и для Израиля это государство как кость в горле. В военном отношении силы Израиля и Ирана примерно равны, но тут важна помощь западных стран. В отличие от Украины, страны НАТО открыто выступили на стороне Тель-Авива при обстреле Израиля. Ракеты Хезбаллы сбивали натовские самолеты. Израиль планирует стать главным в регионе. Начну я несколько нетрадиционно. С рассказа о храме Иудеев, который был центром жизни евреев в период между X веком до н.э. и I веком н.э. Историкам этот храм известен как Иерусалимский храм, иудеям как Бет-Ха-Мигдаш. Понятно по названию, что храм располагался в Иерусалиме на Храмовой горе. Не буду закапываться в историю, но храм был разрушен Богом за грехи иудеев. Через 70 лет, 516 г. до н.э. после разрушения первого храма, иудеи построили на этом же месте второй храм, который также был разрушен. Таким образом, Бог наказал иудеев за невыполнение его заветов. Оба храма разрушены в один и тот же день, 13 августа. Сейчас на месте первого храма стоят мусульманские святыни, мечеть Аль-Акса и мечеть Купол Скалы. И вот 13 августа 2024 года израильский премьер выразил желание построить третий храм, то есть снести мусульманские святыни и вернуть святыню иудейскую. Кстати, наш МИД отреагировал на эту провокацию. Как отреагировал весь христианский мир? Дело в том, что согласно учению ортодоксальных иудеев, именно в третий храм придет Мессия, и иудеи его там коронуют. В христианстве же, в известном всем апокалипсисе откровения апостола и евангелиста Иоанна Богослова, прямо сказано, что новый мессия в иудейской трактовке Машеах – это антихрист. Воцарение Машеаха христиане считают преддверием конца времен. Третий храм должен стать символом возрождения величия евреев и еврейского государства, то есть, если отбросить религиозное воззрение, израильские власти встали на сторону ортодоксальных иудеев, хотят сделать Израиль главным государством в регионе как минимум, а для этого необходимы территории. Израиль должен стать большим. Как я понимаю, с их точки зрения, Палестины быть не должно вовсе. Сектор Газа должен остаться в Израиле. Западный берег реки Юардан, ливанские земли вплоть до реки Литании и даже часть сирийских территорий должны также отойти еврейскому государству. И это минимум. Почему, скорее всего, войны не избежать? Вернемся к моему первоначальному утверждению о неизбежности войны. На чем основаны такие выводы? Тут, как довольно часто сейчас бывает, придется опять обратиться к предвыборной кампании в США. Два кандидата на пост президента. Два разных подхода к проблеме арабо-израильских отношений. В одном оба кандидаты похожи. Иран должен быть разгромлен. Кстати, вполне возможно, там ответы еще на один вопрос, который появляется после прочтения материала выше. А почему премьер Израиля прямо не заявил о строительстве третьего храма? Вроде бы сказал А, говори и Б. Но премьер ждет. Че ждет? Ждет нового президента США, который и ответит на этот вопрос. Итак, начнем с наиболее вероятного кандидата, по моему мнению, с Камалы Харрис. Понятно, что за этим политическим проектом стоят глобалисты, точнее, элита глобалистов. Вполне логично, что главная задача глобалистов – это подчинение Ирана. Им глубоко плевать на евреев и их государства. Причем даже не Иран глобальная цель этой группы. Им необходима дестабилизация всего региона. Нужна та самая мутная вода, где проще ловить рыбу. Не секрет, что сегодня позиции США в этом регионе ослабевают. Значит, теряется контроль над ресурсами, упускаются прибыли. Ну и где тогда Израиль будет строить третий храм? Да плевать где, хоть в Антарктиде. Даже больше скажу, вполне вероятно, с учетом того, что большинство стран региона, которыми интересуются эти элиты, мусульманские, Израилю будет настоятельно рекомендовано не трогать мусульманские святыни. В случае победы Трампа ситуация складывается полностью противоположная. В предыдущую каденцию Дональд Трамп зарекомендовал себя как один из самых произраильских президентов США. Напомню, именно Трамп перенес посольство США в Иерусалим, тем самым признав этот город столицей Израиля. Именно Трамп признал законной аннексию Голланд, Голландских высот. Список можно продолжать, но возьмем самую свежую новость. Трамп прям заявил о том, что без его президента Трампа поддержки Израиль исчезнет в течение двух лет. Конечно, возможно, что этот реверант в сторону довольно мощного еврейского лобби в США, вроде «ребят, я ваш», но к этим словам стоит прислушаться. Опять же, если смотреть на события во времена президентства Трампа с позиции сегодняшнего дня, невольно возникают мысли о том, а не в группе ли авторов проекта Большого Израиля Дональд Трамп. Расширение Израиля, увеличение его площади. А признание Иерусалима территорией Израиля разве не расширение площади? Может, мы тогда увидели первые шаги в этом направлении? Ну и где должен быть построен Третий Храм в этом случае? Ответ, опять же, очевиден. Именно в Иерусалиме и конкретно на Храмовой горе. А мечети Аль-Акса и Купол Скалы должны быть снесены. Это станет символом победы иудаизма над исламом. Символом становления новой господствующей в регионе религии иудаизма. Вместо окончания. Процессы, которые мы видим в азиатских странах, это часть нового переустройства мира. Эти процессы необратимы. Более того, пока нельзя предсказать, каким будет наше будущее. Противостояние Израиля и арабского мира – это бомба, заложенная еще во времена провозглашения этого государства. Это борьба за выживание. Войны, которые вел Израиль все это время, имели одну из целей именно создания обстановки ненависти между разными народами региона. Но ненависть не может быть вечной. С каждым следующим поколением она угасает все больше и больше. Наверное, потому каждое поколение израильтян и арабов имеет свою войну, своих героев и свои жертвы. Меня всегда пугало то, как правительство стран совершенно бездомно, стремясь решить какие-то свои внутренние вопросы, обращаются к радикализму. Будь то религиозный радикализм, как это делают радикальные исламисты, будь то националистический или идеологический радикализм, как это было в нацистской Германии, и практикуется сейчас в нацистской Украине. Любой радикализм – это разрушение. Чтобы это увидеть, достаточно просто посмотреть вокруг. На марширующих в разных странах националистов, на верующих в якобы правильного бога, танцующих полуголыми на алтарях, на многополых особей в человеческом обличье, когда-то родившихся просто мужчинами и женщинами. Современный Израиль тоже поставил на радикалов, на религиозных радикалов, тем самым, возможно, отрезав себе пути отхода от этой практики, как его отрезали украинцы, отказавшись от своей истории. Сегодня многие говорят о победе той или другой стороны, но никто о будущем Украины. Точно так же никто не говорит о будущем Израиля, о том будущем, которое наступит в любом случае, когда навоевавшиеся мужики приедут домой, приедут и увидят, к чему привела эта война. Александр Ставер Израиль хочет стать лидером региона. Ставка на радикальных иудеев.